ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Добрый день. Это полиция? Да. Да? Да. А за что вас остановили? Здравствуйте. О, добрый день. За то, что я ехал на габаритах. А что не устраивает? В данный промежок часа водитель должен керувать транспортным засомом звукным режимом ближнего света форума. А человек керувал лише на габаритных огнях. А согласно закону полиции, разве сотрудник полиции не должен нагрудный знак на форуме носить? Ну и как? Как с этим дела обстоят? В связи с тем, что нагрудный знак технично неможливо сейчас... Так нельзя выходить без него на работу? Не можете технично неможливо, оставайтесь тогда в админздании. Как вы уходите на дорогу, патрулируете, вменяете людям нарушения, при этом сами находитесь нарушая? Мы им не меняем нарушения, мы человека сделаем за уважение, он поедется и дальше. Подождите секундочку. Вы останавливать, в принципе, априори никого не можете, учитывая, что вы находитесь на службе без нагрудного знака. Я гражданин Украины, который видит человека, похожего на сотрудника полиции, но который не отвечает требованиям закона о полиции. Следовательно, что из этого следует? Вы, значит, оборотень. Не согласен с вам. Где значок? А что у вас делают люди в машине? В патрульной машине что делают люди? Подавить административный материал. Так в машину в патрульную нельзя садить людей. Вешайте. Добрый. Ваши справы. Исправляйте. Давайте исправляйте. Давайте по вашим нарушениям теперь. По поводу значка напишем заявление и по поводу того, что вы сажаете людей в автомобиль. Здравствуйте. А за что вас остановили? Что-то нарушили? Здравствуйте. Здравствуйте. Трока есть. Что-то случилось, да? Прицеп. А что, мне понравился прицеп? А что с прицепом не так? Есть нюансы. Понятно. Скажите, пожалуйста, инспектор. Напарник ваш, это ваш напарник? Да, мой напарник. Он сотрудник полиции? Да. Просто у меня есть сомнения. Ну сейчас я пока пишу постановление. Давайте листочек в ручку, я напишу заявление. Идущий, куда вы машину? Выйдите. Выйдите из машины, пожалуйста. Это службовый автомобиль. Так вот человек сидит в машине точно так же, как и я. Выйдите, будь ласка, с автомобиля. По какой причине? Вот человек точно так же сидит. Я чем-то отличаюсь. Я буду писать заявление. Выйдите, пожалуйста, за автомобиля. На каком основании? Я говорю, я сел, заявление писать. Пожалуйста, скажи человеку, ну что? Так а что сказать? Дайте листик ручкой. Выйдите из автомобиля. Почти. Это службовый автомобиль. Как вас зовут? Тут идет розгляд справы. Мы сейчас... Как вас зовут? Выйдите из автомобиля. Представьтесь, как вас зовут? Выйдите. Я вам скажу еще раз за автомобиля. Службового. Что вы делаете? Что это за клоун? Выйдите, пожалуйста. Выйдите из машины, пожалуйста. Выйдите из автомобиля. С чего? Я говорю, заявление... Так я тоже... Я никуда не вламывался, я присел. А что вы так орете? Я не понял. Где ваш значок? Представьтесь. Кто вы такой? Будьте любезны, удостоверение. Кричать не надо мне. Не надо, никто не кричит. Удостоверение. Я напишу заявление, отдам и уеду. Выйдите из автомобиля. Где я должен написать заявление? Выйдите из службового автомобиля. Я еще раз говорю. Я чем отличаюсь от этого человека, который сидит? Выйдите из автомобиля. С чего? Какой закон мне запрещает? Дайте листик, ручку. Я напишу заявление и все. Можно листик и ручку попросить? Можно, я сейчас с водием спелкуюсь. Я не буду вам мешать, я потихоньку писать. Вы не можете седать в службовый автомобиль. Выйдите из службового автомобиля. Мы сейчас спелкуемся с ним. Вы задний с нехтора седаете. И что? Это просьба ваша? Нет. Что? Это не просьба. А что это? Это законная вымоя працанника полюции. Выйдите из автомобиля. На чем она ословано? Почему ему можно, а мне нет? А я на вас напишу заявление. Я на месте могу это сделать, мне не надо управление. Я так всегда делаю на месте. Отдам вам, а вы передайте в админ практику и все. Дайте листик и ручку и все. Да я в машине буду писать, я белый человек. Я не понял. То есть его вы посадили. Куда он идет? У меня тоже идет розгляд справы. Нет, сейчас вашу справу еще никто не разглядал. Я вашу буду разглядать, не вы мою. Вы перепутали. Дайте мне, пожалуйста, листик и ручку, я напишу и все. И меньше крика. Вы идите, пожалуйста, за автомобиль, а я вам еще расскажу. Слушайте, я буду писать вам в машине. Где я должен по вашему писать? Хорошо будете писать. Ну так я вот напишу и все. Так вот, со мной инспектор постоит и все. В смысле такого не будет? Чего вы суетитесь? Дайте листик и ручку и все. Давайте сейчас вам напишем вам автомобиль. А что вы нарушили все-таки? Что у вас не так с прицепом? Есть. Сchild's. Выйдите с автомобиля. Так вы же уже ушли даже, давайте я напишу. Я вам сейчас все дам, выйдите с автомобиля. Так а где я писать буду? Выйдите с автомобиля, где хотите, в себя пишите, на улицу. Выйдите с сужбового автомобиля. Так только что вы просадили в службовый автомобиль человека? С службовый автомобиль, я с человеком взгляд справа проводят. А я с ним разбрую. Вы мене мешаете. С ним хорошо. Присаживайтесь. Присаживайтесь, я напишу и все. Что кричать надо было? Сейчас вы написали и все. Бегает, суетится. В чем проблема? Скажи, а вы же знаете, что размещаться стационарно нельзя? Ну вы же знаете, что нельзя стационарно размещаться на трассах? В смысле стационарно? Ну как вы вот стоите стационарно? У меня не стационарно. Мы фактически зафиксировали порушения, запилили. Два? Ну а он с одним разбирался, а вы с другим. Человек по-передному, потому что вы подъехали. Мы сделали завод, человек поехал. Но это же не фактическое порушение. То есть мы ему сказали, что человек лишь не довключил споры. Ну, все мы люди. Понимаете? Нет, я просто не понимаю, почему вы стационарно тут размещаетесь? Это запрещено. Фактически, порушение заборонено. Вы должны патрулировать. В процессе патрулирования складываю административный материал. И поехали дальше. Патрулировали по трассе. Не стоите? Не стоим. Без значка. Как так? Вот смотрите, вы повесили, все есть. А что они до этого не вешали? Ну, вы сказали, что он поломанный. Поломанный, поломанный. Но сейчас же висит нормально? Висит. Ненормальный он висит. Ну, прикрепите как-то так. Я понял. Ну, фактически, на данный момент я не могу ее зафиксировать так, чтобы я ее не загубил. Не, ну вы сотрудник полиции. Вам доверяют оружие этапельное, регистратор. Да, фактически, вот та, ну, крутилочка, вот эта, что фиксует, фактически, она в меня выпала. Я ее сгубил. Тобто, он, ну, насколько слабый, что... После смены иду до других людей, которые, фактически, могут меня устранить. И, на следу, на смене буду в своих положениях. Ну, вы уже понимаете, что нарушили все равно. Ну, вы согласны со мной? Частично. Ну, а в чем эта частичность заключается? Ну, то есть, ну, вы были... Ну, вы хотите посадить заявку? Нет, если вы раз, если вы признаете вину, так может быть нет смысла, если вы... Ну, вы хотите написать? Пишите. Не, я могу. Ну, вот смотрите. Частично я выясню. Смотрите, в чем вопрос? Вот как с водителем. Вот вы же говорите, все мы люди. Вот вы его остановили. Частично. Вроде бы он нарушил, но не нарушил. Так и вы. Но я же, я людину сделал зауважение. И, ну, ты докрутила, поехала дальше. Так, как у человека, фактически, не подключенный прицеп. Это порушение. А то ли человеку вказал, людине и пожилал, что это в другом, людине и двигал. Но вы признаете, что вы со значком виноват? Частично я виноват. И за то, что он, ну, понимаете, зачепился я значком, погнул его фиксацию. Частично я виноват. Фактически он у меня есть. То, что я не могу, ну, фактически я могу его загубить. И, естественно, моё руководство меня взбодрить. Это да. Да. Это 100%. То есть, смотрите, давайте так. Чтобы вас не бодрило ваше руководство, я вам делаю тоже предупреждение. Я надеюсь, что вы все-таки... Нет, вы заявку напишите перед нами. Нет, так я могу написать, независимо от вашего желания. Просто если вы действительно понимаете, что вы нарушили, что вы устранили... Частично я согласен, что я нарушил. Но в связи с тем, что есть у меня технические проблемы с моим значком, которые я могу нахилиться. Но вы сейчас устранили. Фактически я не устранил. Я могу нахилиться, он у меня спадет. И то есть я сейчас уеду, вы его снимете? Что? Я сейчас уеду, вы его снимете? Нет, я не сниму. Будете с ним. Буду с ним. Ну смотрите, я вам поверю на слово, тогда я не буду писать заявление на вас. Я не буду писать, я передам. Да я знаю, что вы можете и передать, я могу и написать, могу и сам завести. Просто, ну, раз вы так позитивно к этому отнесетесь... А что позитивно? Ну, не все же вас наказывать. То есть, если вы действительно поняли, что проблемы есть у вас, устранили их. Проблемы у меня и у меня есть, и у вас есть. Семь людей, у каждого есть проблемы. Понимаете? Ну вы не стоите на месте, патрулируйте, вам нельзя так стоять. Нет, зафиксуем порушения, фактически, у человека, он вызнает все, можете подивиться. Нет, я не пробую. Там про это фактически, я подключаю. На пророке зафиксировали все, заснято. Зафиксировали порушения и поедем дальше. Вы напарнику передайте, пусть так не нервничает, потому что... Людина молода, мало робит. Вы поделитесь с ним опытом, только не тем, которым вы обычно делитесь, а хорошим, позитивным. А каким я опытом? Вы работали в милиции раньше? Робил в милиции. Вы или на трассе работали? Робили на трассе, робили участковым. И тогда, как был нюанс про сокращение, сельский глава процентов из Сельской Рады, площадь, не в Сельской Раде, ходили до моего руководства и просили, чтобы меня осталось на работу. Так вот, тем опытом, старым милициейским, вы с ним не делитесь. А чего? Вы думаете, как я работал в милиции, значит, что я плохой человек? Нет, я думаю, что если вы работали в милиции, у меня есть основания считать, что вы брали взятки. А чего тогда? Объясните мне, если вы так считаете про меня. Поедите там, где я работал в дельничном, спросите у населения, спросите у сельских голев, вот этих конкретно, я вам на звук пофамильный. Никогда не брали взятки. Ни разу за всю работу в милиции ни разу. А смысл? Нет, смысл есть. Если вы считаете взятку, то, что я приезжаю на участок своей машиной, а мне управляющий колгоспу говорит, а ты чем я такую машину езжу. Он говорит, поедите, заправься в организации колгоспи бензину, чтобы я, они же бачат, что я говорю, не езжу своей машиной на участок. Если это взятка, то хоть бы это взятка. А если этот голова потом украл что-то, а вы его словили за руку, он сказал, слушай, ну я же тебе заправлял, ну че ты вот это, ну мы же все люди. Это как? Ну, тобто я его не ловил фактично. А это мы и не ловили? Ни, не из-за того. Если бы ловил, провел бы все, зимнодіючий законодавство. Ну, а так, понимаете, він управляющий, тоже робина дядька. А в дядька, естественно, сами понимаете, в красный, дуже проблематично сейчас. Ладно, поверю вам на слово, хорошей вам службой. И вам счастливо. Да, удачи. Но вы считаете, что, как вы думаете, у меня есть основания так думать, учитывая, как работала наша милиция? Нет, хорошо, не у меня, у народа есть основания думать о милиции плохо? Я надеюсь, что вот именно для этого сделали реформу, чтобы полиция мнение народа изменила. Я позволью. Саша зовут. Олександр, вот, если я езжу до сих пор, у меня 15 лет в основной милиции, я езжу ранним москвичем. Вы скажете, что я беру взятки? Или вы очень грамотно берете взятки, или очень мало? Вообще не беру. Ну хорошо. Удачи. Спасибо.